Уважаемые любители моих небольших роликов, я сегодня хочу рассказать о нахлебничестве. Это такое серьезное дело, хотя и в науке называется довольно красиво. Иван Бенеден 150 лет назад придумал интересное название – комменциализм. Это на самом деле нахлебничество. Или застольники, или сотрапезники. Вот вы садитесь есть, а к вам раз, и присоединяется какой-то оголодавший мерзавец. Вам и кормить его не хочется. А прилип, однако. Чего делать? Непонятно. Но вы вынуждены его кормить. Ну так, например, воробушки делают, когда вы едите, они собирают крошки. Ну, раньше было даже русское название такое у птиц. Подворы. Это что такое? Те птицы, которые отнимают у других птиц их еду. Ну, классический вариант – это когда некоторые хищники отбирают у чаек, да и чайки сами тоже этим балуются. У поморников, буревестников пойманную рыбу поймал и съел сам. Ну, это такая условная вещь. На самом деле здесь комменсализмом, то есть нахлебничеством не пахнет. А оно хорошо пахнет, когда волки убивают пищу, едят, а потом шагалы доедают. Вот. Попахивает этим самым и гиены, когда доедают за львами. Хотя и пытаются отнять. Это уже известно. Это уже паразитизм. Вот. Поэтому дело распространенное. Ну, классический пример – это отбросы пищи, которые мы выбрасываем. Там, вы знаете, гнездятся коты, птицы, иногда собаки даже несчастные. Вот. Мыши в большом количестве. Ну, с воробьями особый разговор. Не зря их в свое время один из наших соотечественников называл мирские захребетники. Эти несчастные маленькие птички, они как раз обладают большим умением нахлебничать и выпрашивать крошки от булочек. Особенно в парках. Однако посмотрите на них повнимательнее. И вы быстро увидите, что внутри этих нахлебников есть еще популяция нахлебников. То есть там среди воробьев есть добытчики, которые хватают. Их процентов 40. А процентов 60 – это те, кто у добытчиков потом тем или иным способом отконючивает или отнимает пищу. Они меньше рискуют и лучше выживают. Поэтому популяция воробьев всегда стоит из двух как бы субпопуляций настоящих нахлебников, которые не добывают пищу, но воруют ее с руки, и настоящих героев. Так, в общем-то, и в жизни у всех бывает. Но дело в том, что вот это вот нахлебничество как явление, оно очень распространено. Иногда оно, как пишут в определениях, не очень мешает самому, так сказать, кормильцу. Ну, классический пример – это акула с рыбой прилипалой. Или усоногие раки, которые сначала по молодости носятся в свободном плавании. Ну, Дарвин ими много занимался. А потом берут и пристраиваются на поверхности спины Китая, всю оставшуюся жизнь катаются на нем, потребляя пищу. Рыбки, которые откладывают в створке моллюску свою икру. В общем, дело безвредное, но икра под защитой. И некоторые ракообразные. Ну, и медузы – известные примеры во всех фильмах. Сифнофора, кота, между ними там рыбки. Есть более сложные такие случаи, как, ну, например, с галатурьями. Галатурья – это мешокобразные такие существа, во внутрь которых залезают рыбки, и там и пищей пользуются, и укрытием. То есть вот так живут внутри. Ну, бывает и такое. Мы не говорим про паразитизм, потому что у нас глистов живет достаточно в нашем организме, особенно если вы любите на майские праздники баловаться непрожаренными шашлыками из дичины. Есть такие, когда у них поселяются всякие хорошие существа, ленющие. Вот видите, у меня баба для согрева самовара уже в связи с майскими праздниками украшена. Ветераном труда, победитель соцсоревнований 79-го года, и даже медалью за освоение целины. Целинница, однако, она как раз грела своим потолом мои чайники, что ветеран труда точно. Есть и более интересные существа, которые тоже вроде бы безвредно паразитируют на других. Ну, это классический пример. Это ракообразные, которые в кишке иногда поселяются, питаются нехорошим делом. Имеется в виду кишево-морской ежик. И вот у него они подъедают продукты фекалий. Но это редкость, когда вот так более-менее не видно, кто-то паразитирует. Обычно дело идет намного хуже. То есть симбиоз, когда надо чем-то меняться. Вот тут масса проблем. Вы знаете, что у нас никто меняться уже украденным не любит. Ну, как при постройке дам. Да-дам, конечно, так себе, зато дворец там очень хороший, и делиться не хочется. Так бывает. Но симбиоз или мутуализм, он на самом деле довольно сложный. И требует достаточно большого внимания, потому что это взаимообразно. Обмен. То есть здесь очень много интересного на белом свете. Но все как-то пытаются делиться. И раньше, когда еще идеи, так сказать, гуманизма, религиозной терпимости и прочего всего, были очень развиты. Ну, из-за того, что эти книжки обычно писали достаточно богатые и не очень нуждающиеся люди, то там всякие были экзотические идеи о том, что вот, значит, животные понимают друг друга, и одни там, значит, помогают очищать ульи, а за это другие их не трогают. Все это чушь, конечно, собачья, потому что на самом деле не трогают, потому что те вырабатывают соответствующие пахучие вещества. И тогда не было никаких знаний о химическом обмене. Биохимия была простенькая. И поэтому всем казалось, что существует такая дружба среди животных, которую надо, конечно, перенести и в мир людей. Но вы знаете, чем это кончается. Тут же возникают те, кто паразитирует, откровенно, без всякого симбиоза и, значит, более мягких форм отношений. А остальные просто являются носителями паразитов. От них, конечно, как вы понимаете, надо бы очищаться. Так вот, в Южной Америке есть такие хищные пауки. И, поучительный пример, на паутине которых живут небольшие гусеницы. Ну, и долгое время считалось, что, значит, у них там дружба. На самом деле ничего подобного. Просто химические эти гусеницы защищены от хищных пауков, что позволяет им, собственно говоря, доедать недогрызенные, невыссанные пауками уже тушки насекомых. То есть, вообще, плотоядные гусеницы, дело редкое. Как, например, достаточно редко бывают такие явления, как кровососущие бабочки. Хотя в Южной Америке есть интересные ощущения, как будто тупой иголкой тебе пропарывают палец. То есть, если говорить о таких явлениях, как комменциализм, симбиозы, мутуализм, это всё очень интересные вещи. Но проблема заключается в том, что вот этот бесконечный список этих добрых отношений между животными, он очень сильно сократился в конце XX века, когда биохимические исследования, молекулярно-генетические исследования, и посмотрели на это дело с другой стороны. Тут же выяснилось, что те же самые, значит, нахлебники, они часто или пользуются чем-то, ну, как на буйволах, например, мелкие птички паразитируют, и они глазастые, они там выклёвывают паразитов и выедают из кожи всяких отложенные личинки, которые беспокоят. А кроме этого, обладают огромной сноровкой сверху видеть далеко и чётко. И когда целая стая таких как бы нахлебник взлетает, естественно, буйвол делает ноги. Потому что если они взлетели, значит, они что-то заподозрили. Значит, если вам кажется, что ничего не происходит, значит, вы чего-то не замечаете. Видите, какой замечательный ветер, и, в общем, жизнь продолжается. Весна, ничего не сделаешь. Так вот, на базе вот этого замечательного, на базе идеи сотрудничества возникли те самые утопические модели поведения людей. Сейчас мы, к сожалению, их расхлёбываем. Потому что, ну, пока у тебя денег много, ты можешь платить там БЛМ, компаниям. И, значит, их даже направлять в нужное тебе русло, что было в своё время и сделано. Когда у тебя достаточно средств, ты можешь поддерживать, допустим, СА, как Германия, при приходе Гитлера к власти. А потом, когда всё это сработало, это всё убирается, то есть уничтожается. Иначе говоря, на хлебничество дело хорошее, конечно, но ничего не бывает бесплатным. Рано или поздно за это, за всё надо будет расплачиваться. И поэтому в человеческом обществе вот эти примеры, так сказать, не дали оснований создать целую гуманистическую систему. Почему? Потому что при ближайшем рассмотрении в 9 из 10 случаев всё равно есть биологический смысл у тех, кто кормит, и те, кто кормится. То есть, иначе говоря, в чистом виде вот это на хлебничество, комменсализма практически не бывает. То есть это огромная редкость. Всё что-то стоит, и кому-то приходится за это расплачиваться. Поэтому, уважаемые слушатели, конечно, комменсализм – прекрасная вещь. И застольники, как раньше в русской литературе называлось, или сотрапезники – тоже чудесно. Но не приучайте этих самых сотрапезников к регулярному пищеварению за ваш счёт. Иначе они в один прекрасный момент сочтут, что вы сами слишком много едите. И тогда могут начаться такие же точно метаморфозы, как они сейчас происходят в цивилизованной Европе и Америке. Будьте осторожны в выборе на хлебников и, скажем так, сотрапезников. Это очень часто и очень плохо заканчивается. На этом до свидания. Редактор субтитров А.Семкин